В Магнитогорской картинной галереи продолжает свою работу выставка художественного текстиля Светланы Рябиновой. 25 лет назад именно она заставила ведущих деятелей искусства обратить на магнитку самое пристальное внимание. Такой интерес вызвала оригинальная техника художественного выжигания по ткани, придуманная Светланой. С тех пор художница старается постоянно чем-то удивлять зрителей. На этот раз магнитогорцев решили познакомить не только с новыми техниками, но и с талантливым керамистом Ириной Кочетковой, чьи работы впервые были выставлены на суд широкой общественности. Пятую по счету выставку Светлана Рябинова решила сделать ретроспективной. К новым работам она добавила свои первые эксперименты выжигания на ткани, сделанные еще в 1994 году. Именно тогда и родилась оригинальная методика Рябиновой. Однако совсем недавно выяснилось, что художница не единственный претендент на авторство. Буквально 20 лет проработав, ища свои пути, приемы, методы, приобретая большое количество учеников, встречая книгу Котенковой, Зинаида Петровна, это из Ярославля, которая запатентовала технику гелиширования. И если кто-то в интернете войдет в выжигание по ткани, он именно эту технику определит. Но когда я стала выяснять, у нас очень большие различия. Поэтому я сейчас смело называю художественное выжигание по ткани авторская техника. Выставив свои первые работы, Светлана Рябинова решила доказать не авторство, а показать, что стала основой для новых творческих поисков. Ища выразительные средства, она попыталась объединить выжигание по ткани с лоскутной инкрустацией кинусайга. Этот эксперимент открыл перед художницей удивительные возможности. В интернете тоже представлено, очень самодеятельно. Мне очень захотелось именно на художественный уровень вывести ее возможности, разных тканей пробовала. И поняла, что техника очень выразительная, очень интересная. И я все-таки собираюсь еще объемной формой поделать, используя эту технику. То есть я с удовольствием открываю новые и новые. Кинусайга – это разноцветные картины из шелка, которые крепятся в специальные прорези. Эту технику японцы придумали, чтобы дать вторую жизнь износившемуся кимоно. В России ей украшают шкатулки, но Светлана стала использовать лоскутную инкрустацию для создания картин. Она такая очень абстрактная, но это возвращение синей птицы. То есть тут такая абстрактная, это моя тема. Синяя птица – мечта, за которую всегда мы, так сказать, летим и гонимся, хотим поймать. Мечтать надо всегда. В своих работах Светлана старается избегать любого негатива. Тот же подход она обнаружила и в творчестве Ирины Кочетковой, чьи работы поразили ее удивительной одухотворенностью. Удивившись тому, что такой одаренный керамист до сих пор не представлен широкому зрителю, Светлана Рябинова решила организовать совместную выставку. Работы собраны из разных лет здесь у нас. И когда что-то хочется сказать или в каком-то состоянии находишься, с этим работаешь. Скульптура малых форм, птицы, кувшины, домашняя утварь. Ирина работает и с разными формами, и с разными материалами, самым любимым из которых является глина. Именно случайное знакомство с ней в 14 лет заставило ее закончить худограф бывшего МГПИ и связать с этим видом творчества всю жизнь. Для меня источником вдохновения служит природа. Природа – женское лицо, женское начало. Она мать-прародительница. Даже глина – это сама жизнь. Очень много легенд, связанных с глиной, как сотворение мира. Она созидательница. Она возрождает, она преображает. Это же земля глины, это прах. Это вот земля под нашими ногами. И через прикосновение рук рождается вот это все. Многие из вещей, представленные в этой экспозиции, сделаны на гончарном станке. Ирина признается, какая бы ни была задумка, все делается в соавторстве с ним и глиной. Мастерица уверена, этот материал умеет слышать и чувствовать, поэтому встреча с ним сродни чуду. Эту же точку зрения разделяет и Светлана Рябинова, считающая, что посетители этой выставки впечатляют не только красота, но и удивительная теплота, идущая от глины. Татьяна Артюненко, Александр Макаров, телекомпания ТВН.